Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой парфюмерный канал. Я Диана, и здесь, как вы поняли, мы говорим о парфюмерии. Как вы поживаете, дорогие мои подписчики? Я думаю, вы заметили, что я теперь из сада перебралась домой. У нас нереально жарко. Но дело даже не в высокой температуре, а в том, что у нас очень-очень влажный климат, и даже в теньке невозможно снять обзор. Ребята, я попробовала, я просто испугалась и пришла сюда. Итак, сегодня у нас будет с вами обзор бренда Франческо Де Лоро. Я надеюсь, что вы знакомы с этим брендом. У меня нет ни одного аромата, но я имею в виду во флаконе. Все это будут либо официальные пробники, либо от Леванты. У меня их очень много, поэтому, скорее всего, я разобью этот обзор на две части, чтобы не затягивать видео и не мучиться потом с монтажом. Я надеюсь, вы понимаете. Итак, я желаю вам приятного просмотра. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк под видео и пишите, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Кстати, у меня еще новый микрофон, ребята. Он беспроводной, как вы видите. Давайте напишите, пожалуйста, если меня хорошо слышно, чтобы я понимала, потому что мне кажется, что звук этого микрофона немножечко отличается от передачи звука в предыдущем, который у меня с проводом не очень удобный. Но если там звук все же был лучше, то я вернусь к нему. Спасибо вам заранее. Давайте начинать. Итак, ребята, итальянский бренд Франческо Делоро появился в 2011 году. И здесь название бренда – это просто имя и фамилия самой создательницы и креативного директора бренда Франческо Делоро. Она моя такая, скажем, итальянская землячка. Франческо родилась здесь, в Ломбардии, на озере Комо, то есть на противоположном его берегу. Но так как это озеро имеет концы, я скажу, на противоположном конце озера Комо в городе Лепко. Итак, опыт работы в сфере коммуникации высокой моды научил ее уделять самое пристальное внимание каждой детали, как к качеству сырья, так и к презентации парфюма. Вот так появились ее культовые флаконы с хрустальной резьбой. Ее ароматы изысканные, утонченные, современные. Франческо не является просто создателем, но лично участвует в процессе выбора сырья, создания и производства ароматов благодаря ее специализированным знаниям и постоянному их обновлению. Я распределила, ребята, все ароматы от самого старенького, и так вот мы пойдем к самому новому аромату с вами. Итак, 2013 год. В этом году Франческо Делору выпустила три аромата. Это Амбразин, Уайт Плюмаш и Лалабай. Начнем с Амбразин. Я уже все ароматы, ребята, нанесла на блотеры. Амбразин у меня вот в таком вот фирменном пробнике. Итак, это амброво-древесная композиция с пудровым подтоном. Здесь и роза, здесь и жасмин, и фиалка в очень таком плотном спецовом облаке из корицы и гвоздики. Здесь почулево-амбровая база, здесь двояковое дерево. Название Амбразин происходит из двух слов – амбра и роза. Аромат так, в общем, в духе старой школы с пудрово-косметическим таким аспектом ретровости, ребята. Аромат, который я больше всего разнашивала, он сложный, на мой взгляд. В понимании есть что-то, что тебя очень притягивает, но есть что-то, что может быть немножечко притормаживает. Например, вот этот винтажный, немного ретровый аспект аромата. Но я продолжаю к нему возвращаться и думаю, что он все же появится у меня в коллекции. Это такой обволакивающий, очень чувственный аромат все же. Наверное, больше в женскую сторону, хотя может быть хорошо раскрыться и на мужской коже. И предпочтительно на холодное время года. Следующий аромат у меня вот такой вот от Левант. Это у нас Уайт Плюмаш, тоже аромат 2013 года. Это уже, ребята, древесно-мускусная композиция. Он стартует довольно тихо, но по мере раскрытия разогревается и становится погромче. Это про ладан и деревяшки. Много очень древесных нот заявлено в пирамиде. Там и можжевельник, и кедр, и сандал. Он немножечко минорный на старте, но затем становится все, к базе сердца, все более кремовым, сандаловым, мускусным. Чуть даже рассольность проявляется иногда. Но в основном это такое вот раскрытие кремовый, древесно-кремовый аромат. Многогранный, абсолютный унисекс, как для мужчин, так и для женщин. Есть в нем какая-то такая вот чистота и, может быть, даже прохлада. Поэтому для меня он еще и, может быть, офисным ароматом. Очень универсальный Уайт Плюмаш. Лалабай, вот такой вот у меня от Левант. Это, наверное, приводится как колыбельное. Категория фруктовые, цветочные, амбровые. Сама Франческа характеризует этот аромат таким вот беззаботным, порой озорным. Он гурманский, как глазурь, но с манерами бонтон. Очень приятный, молодой, девичий, ребята, для типажа Итгелл или такой вот энергичной лолиты. Свежефруктовый, ванильный. В сердце здесь есть экзотические цветы. Он очень гармоничный, без напора сладости. Он какой-то вот светлый аромат с отпускным характером. Вся эта вот расслабляющая экзотика и кокос, и полупрозрачный мускус создают такой вот курортный вайб в этом аромате. Все же больше, наверное, в женскую сторону и, конечно же, на лето. Это Лалабай. Следующий аромат – это у нас 2014 год. Мне кажется, там был только один аромат выпущен – Франсин. У меня, как вы видите, пробник с официального сайта. Итак, Франсин – это уже категория цветочные зеленые. Франческо добавляет здесь также категорию амбровые. Как он мне понравился, ребята, этот аромат. Это про весну, про природу, про мечты, улыбки, немного ностальгии. Есть в этом аромате. Здесь зелень, здесь покалывающий гальбанум, немного цветов, немного… Вот есть какая-то прослойка цитрусов, мускуса. Он порхающий аромат. Очень свежий. В подтоне слышу аромат. Не до конца распустившийся сирене. Тонко очень сложен, поэтому прям влюбил в себя. Скорее для женщин. Хотя, являясь зеленым ароматом, я думаю, что может хорошо звучать и на мужской коже. На весну и на лето просто топ. Это Франсин. Далее, 2015 год. Ребята, тоже три аромата. Это Флёрдения, Page 29 и Amboutin. Начинаем с Флёрдения. Опять же, у меня вот такой вот фирменный пробник. Это композиция прекрасной гордения, цветочное направление, понятное дело. Гордения здесь такая зеленая, немножечко грибная на старте. Она окружена огромным количеством белых. И не только цветов, но вот особую роль, как мне кажется, здесь играют и Ланг, и Ланг, и Тяре. Они вместе сопровождают эту горденью в такое вот экзотическое русло. Она в сердце становится покатой, мягкой. Чем-то напоминает по направлению и по каким-то вот нотам. Кремовую туберозу в Love Tuberose от Amoage. И здесь есть немножечко что-то от волнующей лилии Сюзанна от Кейка Мичель. Просто эти ароматы есть у меня в коллекции. Поэтому какие-то вот ноты, какая-то схожесть между ароматами, именно по нотам присутствуют. Этот аромат без определенной сладости. Я бы такое носила летним вечером. Это очень красиво. Абсолютно женственная композиция. Поэтому только для женщин, как мне кажется. Здесь указан парфюмер Мэтью Нардена. Это у нас была Флёр Дэйни. Следующий аромат 2015 года. Это Page 29. Опять же фирменный пробник у меня. Как сказала сама Франческа. Это как лист дневника, как страница книги. Аромат, содержащий большое количество подтекстов. Категория восточные, кожаные, цветочные. Это роскошный аромат. Создающие ощущения и сумерек, тени. Это деревянные полки. Это старая, даже, может быть, ветхая какая-то книга. В кожаном переплете вы переворачиваете страницы. И ощущение немного затхлости. Вот такого затхлого запаха вещи какой-то, которая давно не видела света. Здесь много ириса. Здесь кожаные аккорды. Есть и смолы, и ваниль. Мне очень понравился этот аромат. Очень интересный. Тоже к приобретению, конечно, Page 29. Вот там. У меня вот такой вот отливан, ребята. Франческо сказал про этот аромат. Привлекательный, как таинственное увлечение. Категория цветочные, восточные, древесные. Аромат такой с четкими контурами, ребята. Это резкий, очень восточный старт с розой и пряностями. И почти мгновенно аромат смягчается. К сердцу становится все округлее, милее. Выглядывают наружу белые цветы с их чувственностью. И как будто бы они вносят в композицию эффект чувственных объятий. Снова смена декораций к базе. Появляется древесность, пачули, сладкая смолистость. Это для любителей восточно-амбровых композиций. Мне понравился этот аромат на осенне-зимний период. Его можно и даже летним вечером одеть. Такой для соблазнения. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Это у нас был Анвутам. Далее мы проскакиваем, кажется, 2016 год. В 2017 году у Франчески много появилось ароматов. По-моему, два в прозрачных флаконах. И три аромата в черных. Это черная линейка. Мы поговорим об этом позже. Итак, первый аромат 2017 года. Это Рубия Сукри. Вы, наверное, многие знакомы с этим ароматом. Один из бестселлеров. Это категория фруктовые гурманские. Он стартует с сладкими цитрусами, со стринкой имбиря. Это как, знаете, вот из детства маленькие цитрусовые карамельки в железной банке. Когда хочешь взять одно, но от большого количества сахара они все слиплись. Ты берешь одно и, получается, берешь всю плеяду карамелек из банки. Это немножечко не моя история. Ну, во-первых, по категории. Я не совсем любитель гурманики. Во-вторых, он мне показался немного плоским. Не хочу никого обидеть, но в большинстве своем ароматы Франческо Делору обладают очень комплексным раскрытием. Рубия Сукри мне таковым не показался. Он, в принципе, подойдет в любой сезон. Важно соблюдать количество нанесения. Рубия Сукри. Опять же, фирменный пробник Вуаль Конфи. Как сказала Франческо, это шепот обещаний, где свежесть и жизненная сила набирают обороты. Она относится к аромат гурманики, ребята. Да, в принципе, это деликатная гурманика, но можно его отнести к сладким фруктовым ароматам. Может быть, даже цитрусовым. Но это разные с предыдущим ароматом цитрусы. Здесь цитрусы солнечные, радостные. Присутствует характер легкости, воздушности, беззаботности. Это аромат настроения лета. В сердце здесь мягкая пудра, обусловленная фиалкой, гелиотропом. Внезапное проявление чувственности и глубины. Очень красивые переходы. Этот аромат, как говорится, нужно дослушать до конца, чтобы понять его и ценить по достоинству. Очень мне понравился Вуаль Конфи. Следующий аромат, ребята, это уже черная линейка, аромат Ирупе. Эта линейка уже более дорогая. Если ароматы в прозрачных флаконах стоят от 150 до 180 евро примерно, у каждого своя стоимость, то ароматы черной линейки стоят 220 евро. Захватывающий, как вихрь эмоций, завораживающий и околдовывающий Ирупе. Для меня это соленая акватика с мятой на старте, которая сменяется в базе белоцветочным блоком со сладостью дыни, остреньким эффектом специй. В общем, очень интересная подача туберозы и гордений в прохладе специй. Необычно, ребята, слышать такие обволакивающие ноты, как туберозы и гордений. Вот в таком вот холодном образе, как в этом аромате Ирупе. Нос, кстати, здесь Бертран Дешафур. Можно носить, я думаю, можно попробовать носить этот аромат и мужчинам. Это универсальный аромат, аромат на каждый день, но, наверное, все же не мое. Итак, ребята, как вы поняли, первая часть обзора подошла к концу. Вас следом ждет и вторая часть, которую я выпущу в ближайшее время. Если вам понравилось это видео, если вы знакомы с ароматами Франчески Делоро, оставляйте ваши комментарии. И не забывайте, что все ароматы и линки на них я оставлю в инфобоксе. А также мой промокод на сайте Рандеву. Подписывайтесь на мои другие социальные сети Instagram и Telegram. Я оставлю их прикрепленными в комментарии, либо, опять же, в инфобоксе. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Всего вам самого доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин